Как правильно давать таблетки кошкам? Всем домашним котам и кошкам рано или поздно приходится принимать лекарства. Это может быть связано не только с болезнью, но и с профилактикой от глистов, а также с другими причинами. Учитывая, что большинство препаратов для кошек выпускаются в таблетированной форме, а животные категорически их отказываются принимать добровольно, у многих владельцев возникает вполне логичный вопрос, как дать таблетку кошке. Конечно, идеальным вариантом можно считать тот случай, когда на прием лекарств хозяева будут возить питомца к ветеринару. Но согласитесь, что ежедневно подавать кошку стрессу, связанному с дорогой, транспортом, посещением врача, а также употреблением таблеток, не стоит. Именно поэтому владельцам нужно научиться самостоятельно контролировать процесс приема таблеток кошкой или котом, в домашних условиях, а точнее, научиться правильно их давать. Можно ли избежать таблеток? Назначать лекарства животным могут только врачи, поэтому на приеме стоит поинтересоваться о возможности замены таблеток на лекарства в другой форме, например, суспензии или сиропы. Если заменить таблетку ничем другим нельзя, то можно попробовать воспользоваться следующими способами, но обязательно после консультации с ветеринаром. Нужно растолочь таблетку в порошок и смешать с водой. Но важно помнить, что не все препараты можно так давать. Чтобы такой-такую смесь кошки, понадобится шприц без иголки. Воды должно быть не больше 1-2 мл. Превратить в порошок и подмешать в любимую еду питомца. Если животное отказывается есть пищу с запахом препарата, то можно небольшими мазками наносить ее на нос кошки, и тогда она, слизывая, например, сметану, будет проглатывать и частички таблетки. Использовать таблеткодаватель или интродьюсер. Как можно безопасно дать кошке таблетку? Если ни один из вышеперечисленных способов применить не получается, тогда владельцам стоит ознакомиться с инструкцией, как правильно давать лекарства, запастись терпением, и постараться все выполнить максимально быстро и безопасно как для кошки, так и для себя. Рассмотрим подробнее, как дать таблетку кошке, и сделать так, чтобы животное не выплюнуло горькое лекарство. Конечно, можно найти множество описаний процесса, и даже видео, в которых владельцы спокойно и уверенно кормят кошек таблетками. Но смотреть и читать – это одно, а сделать это лично – совсем другое дело. Итак, рассмотрим наиболее удачный способ введения кошки таблеток, если их нельзя смешать с водой или едой, или же заменить на лекарство в другой форме. Понадобится выполнить следующее. Посадить кошку на возвышенность, стол, диван, или положить спиной себе на колени, замотать в полотенце или придавить животное. Учитывайте, что почти все кошки вырываются в тот момент, когда вы им пытаетесь дать таблетку, поэтому нужно зафиксировать кошку. Левой рукой открыть рот коту, запрокинув голову кошки предварительно назад. Правой рукой положить таблетку на корень языка, немного сбоку, стараясь продвинуть препарат как можно глубже. Погладить питомца по шее, совершая движение сверху вниз. Это вызовет глотательный рефлекс, и кошка проглотит таблетку. В первую очередь нужно следить, чтобы кошка глотнула как можно быстрее, ведь если таблетка начнет растворяться в слюне во рту, то животное его выплюнет и может даже вырвать. Иногда, если с первого раза это сделать не получилось, нужно взять шприц без иголки, набрать немного воды и когда таблетка будет на корне языка, брызнуть немного жидкости. Так питомец точно проглотит лекарство. Если дать таблетку не получается, используйте таблеткодаватель. Он позволит вести лекарство глубоко в пасть кошки и избежать укусов. Советы специалистов. Независимо от того даете вы кошке антибиотики, горькое лекарство, от глистов или хорошие витамины в форме таблеток, нужно делать все очень быстро и аккуратно. Нельзя давить на глотку кошки, долго держать пасть открытой, или повышать голос на питомца. Это может вызвать страх и только усилить нежелание принимать таблетки, и в следующий раз вы столкнетесь с еще более серьезными протестами со стороны кошки. И помните, что кошки и коты, это члены вашей семьи, и именно вы должны следить за их здоровьем, дарить заботу и уход. Тогда питомец отблагодарит вас лаской и любовью, и принесет много радости вашей семье.